В Духовно-просветительском центре Святодуховской Александра Невской Лавры Санкт-Петербурга состоялась благотворительная акция «Искусство объединяет сердца». Открылась совместная выставка петербургского особого художника Александра Сванидзе и московской профессиональной художницы Ольги Демидовой. Они очень разные по возрасту и профессионализму, но их работы объединяют особая сердечная чуткость к ближнему и сияющая радость от соприкосновения с творчеством других людей. Идея выставки «Искусство объединяет сердца» родилась не случайно. Она призывает учиться ценить уникальный талант каждого человека. Доброй традицией стало тесное взаимодействие Александра Невской Лавры и Центра развития Анима, в котором помогают детям с проблемами в развитии и их родителям. Уже не один год в Свято-Духовском культурном центре проходят тёплые встречи, на которых дети и взрослые щедро делятся радостью общения. В этом году была открыта совместная выставка Александра Сванидзе, молодого художника-колясочника из Санкт-Петербурга и профессиональной художницы из Москвы Ольги Демидовой. Поддержать и поздравить Сашу пришли его многочисленные друзья из Анима и культурно-досугового центра Красногвардейский. Ведь главное в характере Саши – жизнерадостность, открытость и добрый юмор, которые делают его источником душевного тепла и света. В одной семье появился на свет мальчик. Он был ещё совсем мал и слаб, но уже чувствовал мир, который согревал, ласкал, заботился о нём. Потом оказалось, что мальчик практически не видит и не сможет ходить. Но мир не переставал любить его, ведь этим миром была его мама. Елена Владимировна Сванидзе сумела раскрыть сыну всю красоту мира большого. Она создала книжку по Сашиным рисункам, которую хорошо бы прочитать каждой матери, чтобы воочию увидеть те чудеса, которые творит материнская любовь. У Саши абсолютный слух, и всё для него имеет свою мелодию – дождь и ветер, слово и цвет. Он очень увлечён музыкой, и каждый певец и композитор ему как близкий друг. Благодаря центру Анима у него появились и реальные друзья. Он ещё достаточно молодой человек и настолько глубоко знающий человек, знающий нашу историю, знающий нашу литературу, знающий музыку. Этому человеку есть чем поделиться. Это вот как бы картина, это только маленькая часть этого человека, этого большого человека. Картины Саши полны света и ярких красок. Он передаёт эмоции, что рождаются в нём при общении с музыкой, литературой и всем, что окружает его в жизни. Учитель Ольги Демидовой, известный живописец Ана Мухаммед Зарипов, говорил ей, «Пиши, как чувствует твоя душа». Вспоминая первые встречи, мама Саши говорит о детской непосредственности Ольги, которая сразу сделала их друзьями. Очень открытый человек оказался, Сашка такой же, он тоже очень открытый и очень эмоциональный. То есть всё, что, когда ему хорошо, когда он спокойно себя чувствует, он выражает всё, что ему нравится. То есть вот они побеседовали, он сказал, так, я хочу тебе поставить музыку. Это, значит, уже принял в круг. Выбирая картины для совместной выставки, Ольга привезла несколько пейзажей, натюрмортов, но более всего портретов. А что может быть глубже чего-то? Только люди. Ну вот я подумала, что Сашиной глубиной люди, они будут очень достойно смотреться. Ольга пишет портреты только близких людей. Ведь для неё важно глубоко почувствовать личность человека, прикоснуться к нему сердцем. У неё все портреты красивые люди, то есть в каждом человеке она видит красивое, да, а красота без духовности быть не может. Хотя ребятам из центра анима гораздо труднее, чем их сверстникам, искусство научило их удивляться и радоваться красоте жизни. И согреваясь в этой атмосфере тепла и дружественности, захотелось, чтобы как можно больше людей увидели, как можно искренне жить, ярко чувствовать и радоваться ближнему.